привет привет три колесика сзади колеса нет спереди нет ленин золотой перед нами снегоуборочная машина снегоуборка ту-7 400 лошадиных сил сегодня мы вам покажем одну из самых труднодоступных деревень свердловской области добраться туда можно только на вездеходе которого у нас нет а поможет нам в этом дорога жизни алопаевская узкоколейная дорога она связывает большую землю с деревней березовка в которую мы отправляемся всем привет с вами дэн евген и федя ура ура березовку тату мы уже в пути ребят час маршрут у нас вот такой вот будет через екатеринбург мимо екатеринбурга нарежь поедем через алопаевский доедем до станции ельничная как раз вот станция на узкоколейки находится здесь будем искать у местных жителей пионерку ну а дальше на пионерке поедем до березовки вот она деревня то на видите прям в лесу ни дорог ничего нету единственный путь это узкоколейная железная дорога поехать нам осталось сколько много 236 километров три часа пути проведем выехали на тюменский тракт время утра все едут в екатеринбург на работу кто с работы тюменский тракт на одно название сильно очень загружен он тут постоянно машины фуры фуры одни а вообще на узкоколейной железной дороге на этой мы были с евгеном 2016 году ездили до конечной станции калач видео можете посмотреть ссылочка на экране ехали до и к до время 7 40 пробочки утро все на работу но и мы тоже на работу едем поснимать вам ролик да и сами хотим прокатиться в общем кого какая работа кто на кого учился ты на жека на кого учился покажи шапку свою новую смотрите какая шапка пищей это в стиле слова пацана у пацан а если найду и какого с района вот мы и приехали до лапаевска ну чуть-чуть осталось это стелла лапаевска с новым 1639 году 1702 году начали строить здесь здесь городе металлургический завод нашли железную руду железо делали и здесь вот стоит прокатный стан видимо завода вывезли поставили сюда делали кровельное железо прокат делали вот два волка и между ними прокат толстую железу толщиной миллиметра 4 точно неужели вручную крутили а ну да эти волки сжимались вручную вот эти вот огромным колесом это прибор усилия показывал да вот это раритет ну раз остановились решили тогда позавтракать перекусить что у нас сегодня на завтрак колбаса чай колбаса яйца сало сало яички баштет яички что все приятного аппетита всем кушаем едем дальше смотрите вот мы нашли железную руду прям вот недалеко от стеллы не зря здесь завод построили 300 лет назад так что железо здесь о ладно мы едем дальше позавтракали все хорошо в путь вот ребята лапаевск проезжаем мимо как раз из этого города начинается лапаевская узкоколейная железная дорога станция лапаевск 2 там вокзал и от этого вокзала каждый вечер отходит поезд до санкина он идет по моему 1830 он отправляется ночью приходит санкина мы проезжаем мимо скоро будет верхняя синячиха там я думаю заехать посмотреть вокзал синячихинский еще километров сколько 17 километров осталось до синячихи до верхней ребят мы приехали верхняя синячиха а это станция синячиха вокзал обновили его слушайте раньше здание было похуже выглядело а вот и сама узкоколейка ухты смотрите шпалы меняют шпалы не гнилые да за путями следят если туда поехать то как раз приедем в город лапаевск откуда стартует поезд смотрите кстати скульптурки всякие красивые ну давайте начнем тоже со скульптуры но вот с этой вот смотрите часы ну-ка правильно показывает не неправильно время 9 47 чисто так бутафория кругом камеры такие вот скульптуры и сделаны все эти скульптуры из запчастей паровоза ну как пишут в интернете достопримечательности поселка тепловозики ну это нам все равно все не прочитать вот вот это я хотел посмотреть смотрите паровозик сделан из крана я делаю классно вот это люди рукасты здесь живут прикольный паровозик до садись федя поснимаем тебя на паровоз вспомнишь как быть машинистом вот тут у там слушают уже ручки крутятся шаровая что это видела кран огромный вентиль надо это угля подкинуть продуть котел продуть тут даже вон что-то подобие манометра есть три атмосферы или это часы в часы наверно как здание вокзала закрыта до ежедневность 9 до 16 музей музей что ли там внутри сделали видимо так пойдемте посмотрим вон на те фигурки железная дорога есть не только средства перевозок но и средства просвещения народа о как стрелочный перевод перекидной на замке да на замке смотрите то есть не перевести стрелку также здесь построили завод металлургический верхнесенечихинский это вот как раз пруд для завода пруд верхнесенечихинский речка синячиха тут вот плотина там евген ходит о это что тоже кусочки путей всякие билборды ага вот 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 ребят вот вот схема лапайс 2 вот как раз вокзал мы с вами на синячихе 26 километр а мы сейчас на машине доедем до ельничной и поедем 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 вот до березовки вот нам сюда это зодчий но трансформера похож зодчий скульптура туда-сюда а это кто станционный смотритель это фонарь да у него с фонарем интересный из коленвалов всяких сделаны это самое главное видишь он позолоченный и у него я думал колокол это кусочек это диск это диск штамповка ну и здесь есть музей вон он ну в сам музей мы не пойдем пойдем посмотрим на экспонаты которые находятся на улице а это сам перрон я так понимаю прибывает сюда локомотив остановка локомотива знак стоит и все да помню я мы прибывали в 2016 году сюда как вчера все это было но пути явно стали ровнее мне кажется да прям ремонтируют пути следят не знаю сколько денег выделяют каждый год для поддержания а уже д но как-то даже слышал что губернатор сироловской области выделил грант в 30 миллионов и в каком году правда это было тоже не могу вам сказать так ну ладно пойдемте сходим музей к музею а вот и здание музея здесь идет реконструкция все экспонаты куда-то дели но зато самый главный экспонат здесь остался 9 pm 267 паровоз а это кран который работал на пару представляете собрали этот паровоз в муроме в 1956 году колесная формула какая у него 303 колесика сзади колеса нет спереди нет вот это мощь конечно да класс ну в кабину в будку паровоза нас никто не пустит заборчик стоит уж не будем хулиганить красная звезда о стрекозка сидит смотрите он спит отдыхает да вот это исполин железный а ребят вот экспонат это остались часть это какие-то цилиндры от паровой машины возможно это нет этого это дымогарные трубы что ли который в котел ставятся от паровоза возможно может быть я ошибаюсь конечно теплообменник похоже ну да а это а это эти тигели похоже вот этот тигель металл расплавляли запрягай колесницу римляне от кареты что ли старые как-то на смотри вокруг ну как бы железо а эти да сами спицы деревянные точно какой-то старой кареты вагонетка перевозили руду интересная такую вагонетку вообще первый раз жизни вижу видимо она очень старая ну да вот шильдик шильдик что ли или нет просто железку наварили вот тоже интересный экспонат это вагон причем он не для узкой колеи широкой вон у него колесики какие маленькие колесики что-то перевозили на заводе и номер смотри сотый номер сотка я сказал что это скотовоз скот возили это лебедки какие-то и огромное колесо чтобы это могло быть жаль что экспонаты не подписаны ну ладно все тут реконструкция идет ремонт это хорошо но мы поехали дальше сам завод верхнесенечихинский металлургической был вот там вот в двенадцатом году он обанкротился на данный момент его разобрали практически полностью хотя он был очень красивый доменные печи старые интересно было бы полазить по нему но к сожалению разобрали а здесь досмотрите храм разрушенный то есть заброшенный то есть недостроенный и мы едем по поселочку есть сезон до частный сектор зато смотрите какие дороги здесь верхнесенечихинский да тут все жить можно такие бараки это вообще решетки может это отдел полиции что ли это местная тюрьма да в самой синячихе можно целый сталк снять ты бы они там заброшенные были дома заброшены бараки заброшены ну в плане для меня для нас для контента очень интересно а если тут жить но еще нужно было бы подумать но хотя почему бы нет вокруг природа лес видит и стал тут жить нет даже как до недолго сколько сколько недельку ну ладно 2 каждому все ребят выезжаем цивилизация заканчивается дальше будут только деревни 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 нас ждет ельничная сейчас еще пару деревень впереди будем на месте мы доехали до поселка попчиково проживает в нем 800 человек есть одноименная станция железнодорожная широкая колья ветка идет до серого может доехать до нижнего тагила до серого чем люди занимаются работают на железной дороге кто-то может быть работает на лапаевской узкоколейной железной дороге а раньше здесь был кирпичный завод но сейчас он заброшен и по моему есть также карьер что-то бывают что-то добывают вот такие вот дома двухэтажки советские но заброшенный заброшенный дом заброшены окна заколочены заброшенный вон дома заброшены этот заброшен это похоже магазин какой-то вот тоже заброшены полу заброшенный да нет этот заброшенный точно все эти ребят поселок практически вымирает это вот жилые дома здесь магазин тритол магазин даже походу закрыт навсегда спутниковой тарелки интернет как поселок есть интернет е-буква 4g нету вот дома всякие заброшенные стоят кра географии ребят кра география где же идет же до ветка то что-то я не пойму адек вот же она вот она так она даже не электрифицирована прикиньте да то есть тепловозиками таскают вагоны здесь он заброшенные бараки все круто конечно да интересные места здесь вот и же до ветка вот мы к ней плотную подъезжаем а сейчас наверное даже мы будем ее пересекать да да вот он что дорожный переезд бубчикова заканчивается и нам осталось 13 километров и будем в ельничной вот как раз любит переезд через ветку эту шлагбаумов нет просто знак стоп да удивительно не электрифицирована я даже сказал что вообще какая-то заброшенная ветка но нет поезда здесь ходят ой какой жеребеночек о какой хорошенький привет привет говнишком несет это же лошадь хлебушка ему надо дай ему хлебушка достаньте хлебушку ему дайте чего вы давай хлебушка дадим ну что ребят мы приехали ельничная пытаемся запустить коптер тебя не получается приложение тупит походу сегодня будем без кадров с воздуха все ребят мы находимся в деревне поселке ельничная вот тут же сразу видно дома заброшенные 300 человек проживают люди работают на лапаевской узкоколейной железной дороги по моему даже ходят автобус нет это каракат какой-то трехногий трехколесный караката смотрите он заброшки ходит автобус до этой деревне видите асфальт то есть отлично можно ездить до ельничной клуб есть дыка администрация поедем съездим до администрации до дыка дом культуры ельничные и конечно же вождь ленин золотой на голубом постаменте речушка как называется речка конечно же ельничная и вот изба заброшенная до домов здесь заброшенных тоже хватает вот это дыка а администрацию что-то я не вижу как-то но все в одном доме похоже сейчас подойдем посмотрим график работы ок то смотрите ступеньки покрашены ельничный дом культуры среда четверг пятница суббота сегодня с трех до восьми будет работать так что мы еще успеваем до восьми вечера сходим в дом культуры дом заброшенный но замок висит просто так накинуты ну естественно мы не пойдем так посмотрим занавески висят внутри мебель перевернутая да интересно бы зайти конечно но ладно забору тут потихоньку разбирают а так конечно интересно вот дом на берегу классно жить прямо на берегу реки здравствуйте а не подскажете кто-нибудь до березовки нас отвезет до березовки кто-нибудь нас отвезет на пионерке уху и не знаю кто катает узнать на станции спросить да лучше он зайдите в совет там есть это шура есть это администрация может она вам подскажет у нее отец ли он по клюкве ездить так может он дома зайдите в совет спасибо спасибо тут даже есть вон фельдшерский пункт местный в общем больничка такая так тут закрыто ну ладно никто нас пока не хочет вести идемте едемте на станцию там спрашивать будем на станции насчет какой-то барак прям длинный да кстати поселке была школа может быть это здание школы бывшая дека то вот вот самое главное здание туалет общественный улица клубная когда-то это наверно был клуб black star от тимати коровки пели нас для одни заброшки по как интересно горбыль продают но станция личная вот она мы почти приехали это ельничный пруд и депо пионер куда уже видим сейчас подъедем покажем ее вам пока сходим на станцию сходим на он местных сейчас у местных спрашиваю а не подскажете кто-нибудь от сможет отвезти нас до березовки то вон пионерка стоит на небо нас еще не знаю сходите до станции так тут магазин да пойдем придем магазин магазин местные давайте зайдем посмотрим ассортимент красный ассортимент мороженки пироженки колбаски а не подскажите кто-нибудь нас может до березовки отвезти на пионерке не знаете прям сейчас ну желательно сегодня сейчас я позвоню ты сможешь трех мальчиков увести до березовки туда и обратно ну им сегодня надо если еще они могут за тобой приехать и они вот тут в ельничной ну не знаю кто такие туристы какие-то увезешь ну все ребят мы договорились пионеркой надеюсь все получится съездим в синячиху привезем водителя пионерки и потом уже поедем так ну вот собственно пионерка но это не наша пионерка я думаю мы поедем не на этой вот две колесные пары мотоциклетный двигатель и все пионерка готова и мучим так ну давайте прогуляемся пока здесь посмотрим на депо посмотрим на станцию ельничная и поедем уже за водителем когда-то рельсы пути были с централизации с электроприводом сейчас понятно это все ничего не работает переводят стрелки вручную где-то здесь должен быть опорный пункт полиции вот это возможно либо это здание какая диспетчерская была это вот депо там стоят два тепловоза ту-4 ту-4 250 лошадиных сил у каждого мощность в комбарки собирали в адмуртия советские годы естественно но платформы демпфером даже есть ну платформы потасканы поношены раньше здесь был разворотный треугольник возможно он сейчас здесь остался вот уходит туда направо пути в общем был такой треугольник для того чтобы разворачивать тепловозы технику о ребят это же летучка для ремонта пути вагон летучка обычно сюда накидывают инструменты цепляют этот вагон за тепловоз и едут ремонтировать пути так рама какой год 1897 а так это же рельса рельса представляете ребят из рельсы сделана рама вот это да рельсы какие старые о водонапорная башня конечно же паровозы раньше тут ходили сейчас тепловозики ходят то 4 то 7 раньше раньше паровозы нужно было заправлять водой то на водонапорка стоит какие-то все здания покосившиеся а так как узкоколейка круглогодично работает перед нами снегоуборочная машина снегоуборка голубенькая так а где ножи а ну вот они так вот они выдвигаются чистят снег все где-то вилка была 380 с той стороны висела ну-ка что внутри там желтуха лежит кружка ну вам видно мне нет что даже снегоуборочная машина здесь есть вагон снегоуборочный что вот такое небольшое депо на станции ельничная а это котельная конечно она тоже заброшена советские годы здесь на этой станции был завод по производству шпал узкоколейных 80 тысяч шпал в год производили ну благо леса вокруг очень много поэтому шпал их можно было делать без проблем так о комбарский машиностроительный завод от комбарки снегоочиститель колея 750 миллиметров какая деревня без таксофона как работает нет часа дожди проверю так 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 сапон просто телеком есть будки вставляя карточку карту сбера и можно позвонить пиццу пиццу заказывали это бубчикова или бубенчикова то ельничного ельничного на пиццу одну пиццу нам на пионерке срочно сейчас ждем у депо ну и все ребят сама станция вокзал на улице станционная от как раз сюда тоже прибывает поезд который идет до санкина вот это зал ожидания пойдем зайдем зал ожидания а он закрыт ожидания закрыт замок висеть не зайти так ну все в принципе ребят вот такая вот станция ельничная деревня ельничная поселок памятник великой отечественной войне ладно нам надо ехать в синячиху за нашим машинистом ребят у меня есть телеграм-канал ссылочка в описании на этом канале можете видеть прямо все в режиме онлайн я сейчас еду загружаю туда как мы едем туда-сюда то есть можете узнавать про что будут следующие ролики в общем подписывайтесь все в режиме онлайн всех жду все увидимся в телеге давайте вот мы уже в синячихе приехали сидим ждем нашего машиниста сейчас он выйдет и поедем обратно в ельничную все ребят мы встретились с нашим машинистом александр и едем обратно в ельничную а сколько машинисты так вот получают понятия ними на 30 они больше на 30 и по шестидневки работают у них так бывает два дня выходных что-ли неделю вот у него выпало на сегодня как и подолку то ли субботу но взял потом на следующую неделю он поедет с литерными вот ездить потом неделю с литерным проездит на потом с путейцами неделю вот так вот и два машиниста там а в каком году березовка это забросили в 14 оттуда уже начали массовую езжать до 14 нет массового начали еще 2000 году начало в 2014 а свет когда отключили тоже в двухтысячных последнее время на я гонял там свет на этом на дизеле а дизель генератор был на возле двигатель стоял на 100 киловатт кого нифига прикольно а соляру кто покупал в местные жители не отжорно выделялась салопайска администрации прикольно на три часа в сутки на вечер а так сейчас какие-то вот гранты выделяют джин для поддержки а уже д я понятия этого не имею наверно она сама себя не окупит никак не ну да потому что лес выводят редко на вот туда с калача когда санкин уранку по березовской бывает грузят когда это не окупается все равно солярка сейчас дорогая платить надо убийцам а медведи то есть есть куда они делись много до попадаются с ружьем без ружья ходим так это браконьерство нападают до нее не было случаем добрый сытые сейчас ягоды да тут несколько три пионерки стоит движок восходовский плана вот ребят наша пионерка сейчас мы соберем вещи и едем это продукты мы взяли с собой презент местным жителям но это наша еда пока ждем идет грузовой поезд пропустим поезд грузовой и поедем вот в ту сторону нам 8 километров там будет деревня строкинка сделаем там остановку короче ребят ситуация не очень хорошая уехала начальство в ту сторону проверять пути они не разрешают ездить на пионерках скорее всего сегодня до березовки мы к сожалению не доедем в общем как получится создаем до строкинки погуляем по строкинке посмотрим на деревню что вот такие вот дела как дальше будет будем посмотреть а вот и грузовой прибывает сейчас его пропустим и поедем тушка ту-7 400 лошадиных сил вот возят лес кругляк возможно до аллопаевска или в синячиху на фанерную фабрику все а мы отправляемся садись вперед вверх ну все погнали главное держаться пока ельничная вот гараж и который что стоит правильно еще пионерки пионерок здесь много вон еще пионерки прям рельсы положили к дому и так 7 километров до первой остановки вот если не как дт 75 как похожи косилки ну люди понятно держат скот барашки вон гуляют скорость не знаю как скорость примерно километров 30-40 в час бионерку еще называют бедой бионерку еще называют бедой потому что бывает такое что бионерки сталкиваются особенно в поворотах в поворотах гнать нельзя если видишь встречку которая летит лучше спрыгивать с бионерки а не дожидаться пока будут столкновения люди бьются да бывали круче вокруг ноги до болота вот это болото называется чистое оно очень большое ровное болото так что собирают клюкву местные жители но сейчас она уже отошла в сентябре в начале сентября вон кустики клювают прямо видно вот и первые дома строкинки там по моему кладбище это тоже пионерка стояла здесь гараж это кладбище большое кладбище дом заброшенный дом на берегу озера смотри какая красота местные жители гуляют пруд конечно великолепный вода темная много торпа в воде в другом болото вон там смотрите впереди дома заброшенные еще городы все подъезжаем а вон и вокзал здание вокзала это приехали журналисты снимать как старокинка живет как жизнь у вас молодая здравствуйте как вас зовут как вас зовут петров пишет я снимаю журналисты потом поэтому вот журналистам ягоды наверное надо ягоды какие ягоды клюкву клюкву классно да я что не дома что-то плекли давно вы здесь живете я здесь родился да здесь родились ну здесь наверное умру а где работали я вон на УЖД на УЖД везде в лес промководе везде где жизнь там блядь помотала да нам не надо зачем у меня есть есть ну смотрите кому кому отдать туда в тот дом вон там медведь живет он я такой печью получаю у него есть люди которые медведь идем раздавать гуманитарную помощь станция вокзала туда сходим обязательно попозже нет свет то есть видите но это последняя деревня помню в которой есть свет но дороги сюда нет то есть одна единственная дорога это УЖД а УЖД дорога жизни как ее еще называют памятник великой отечественной войне конечно же есть вот дом заброшенный обалдеть домов заброшенных здесь много так что вот местные жители даже примерно не знают сколько здесь проживает ну человек двадцать наверное но точно не больше вот здесь вот на пригорке был клуб сейчас остался только фундамент вон клуб был большой это вот все пруд да пруд вообще классный мы идем я так понял в тот дом а вот это ребята был сельсовет написано там избирательный участок но здание конечно дом заброшенный стоит так вот мы и пришли забора нет ворота собаки нет ну федя смотри техника трицикл без педалей ворота выходи о здрасте здраво журналистов вот видишь тебе приветствовал здраво как живешь как-то туда-сюда блять его да нормально можно здравствуйте о это у вас табак сушится да да так мы с каменска приехали хотели до березовки доехать но там начальство ездит поэтому решили к вам зайти в гости привезли продуктов что федя давай что надо давайте ну там нашу еду только нет а где здесь все тушенка рис да вставайте тушенка рис да да туда вставь и все что вот и где ваше интервью вот вот я снимаю уже не потом а на ютубе на ютубе ой так у нас интернета ну у вас интернета нету да но только струхи то есть у тебя там в опак позвоню понятница ты давно живете вы здесь да уж лет 15 лет 15 а как вообще сюда вас занесло как переехали откуда с березовки а тоже с березовки березовки а ну да да ага когда погодила пришлось сюда переезжать а в этом в синячихе не дали с моими там ногами где там в синячихе ну нет всем квартиры давали не дали а на очереди да то есть в будущем туда обещают да хотя бы хотя бы видишь уже два года ничего не строят а так что где работали на железной дороге нет в шоферях сначала лес возил а на лесовозах да потом как лесопровхоз закрыли свет гонял в березовке на дизеле я после него занимал больше то не было ну как этот свет а сейчас чем занимаетесь да вот так как пенсионер а пенсионер не пенсионер как бог пошлет да а свет то есть у вас есть как без света вообще одна разность телевизор спутниковая нет а такое ловит цифровое ну тут в принципе недалеко да это 20 грамм да хватает ну хоть это о капуста вон да растет капуста картошка да что еще надо табак да табак табак растет ну все давайте вам всего хорошего давайте не болейте до это чудо трицикл такой это у меня замес ходу а не могу так облакачивать понятно так и передвигается ну да трицикл ладно летом а зимой снег а на сан на санях коробушкой и бегать давайте счастливо ага до свидания до свидания так что это ребят такая инвалидная коляска получается целая улица домов вот в той стороне была какие-то дома разобрали на дрова какие-то сами разрушились ну что пошлите вот сходим вот в этот дом попробуем зайти так вот эта дверь открыта здесь там нет на три двери еще закрытых я не ведет ага классическая русская изба русская печка раскурочена это одна комната что ли однокомнатный дом получается ну там как прихожка ага слушай да одна комната а вот здесь да стенка была ну это типа кухня наверное вот здесь была а там уже комната так что вот такой дом однокомнатный небольшой а смежные комнаты в общем зато отапливать экономично да экономично зато было закинул дров и все вон дома крыша покосилась печь вон осталось домов здесь было очень много не до туда нам не пройти по этому полю пойдемте вот в избирком да в избирком сходим где сельсовет был вот этот дом евген сказал что хочет купить осталось найти кто мне его продаст заезжай так живи реально тут можно приехать и спокойно жить да главное печку восстановить там немножко разрушена ремонт сделать все можно жить спокойно стены поставить гипсокартон вернее сейчас какие-то модные стены делают не из гипсокартона а из гипсовых кирпичиков а и пионерку еще осталось купить а да пионерку сам соберу я в детстве картингом занимался так там же на резиновых колесах пофиг они круглые и те и другие пойдет да вот избирательный участок номер 3 пойдем зайдем проголосуем за кого-нибудь за жириновского целая улица заброшенных домов пофигеть пойдем заглянем в избирком сельсовет здесь даже будет ух ты а доски-то гнилые сейчас посмотрим открыто нет здесь о открыто тук-тук и не бодихом слушаю вот да здесь был избирком тут кино возможно крутили смотри как в кинозале кресло плакаты алкоголизм а председатель где сидел а где-то здесь ага кто рекорды в спорте бьет тот тот кто никогда не пьет во сыровская область а гид плакаты смотри сундучок нафига себе сундук сокровище а так это урна нам какие-то бумаги урна урна вот туда надо бюллетень кидать о проводка осталась алюминий алюминий ласточкино гнездо плаката нет можно идти во близких сохрани сосуды плакатиков нету вот еще смотри ты в нашем обществе словно репей брось алкоголик и больше не пей смотри смотри вторая комната пустая а снаружи кажется дом таким огромным да а внутри так себе две комнаты три комнаты получается и тоже одна печь отапливала такой большой дом а из окна вид какой что показывают тайгу опять тайгу вот еще дом заброшенный но заходить не будем в принципе там вещи все такое вот самое главное смотрите лесовоз гусеничный что за марка что за модель не могу ребят вам сказать там не знаю но будем смотреть его вот железо валяется никто не сдает понятно вывозить его отсюда тяжело вот это трак вот это траки двигатель снят бачок какой-то под масло наверное редуктора все снято а ну кабины скинута получается да кабина вот здесь должна ага вот педали остались педали и рычаги вот такая техника здесь стоит а это ребят самый настоящий комок я думал что это почта но местные жители сказали что это коммерческий магазин закрыт аж на два замка ну и конечно же таксофон но карточки не продаются позвонить никак не позвонить гудка нет а нет есть есть работает слышно да работает в этом доме живет в петро зайдем к нему купим у него ягод песик как зовут малыш 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 да табуретки дам да не надо табуретки постоим да хуже это это я клюху это вот так вот люди живут печь плитка это кухня холодильник стоит ага сапоги сушатся да надеюсь вон табурет ага ага а спасибо я забыл я забыл я забыл возьму дверь сейчас я надкупим о смотрите какой фонарик раритет или нет китайский это крупно ага больно сумку давайте кому-то еще две банки кому раз два два три выгородские вам пригодится ребят я вот вам зря не говорю конечно полезно ну давай сюда наливаем все за урожай давайте ну давайте за урожай за встречу так что вот ребят видите какие добрые местные жители отоварились ягодой ну пойдем дальше малы малыш давай не ругайся у ребят смотри какой вездеход газончик колеса какие вот на такой машине да здесь можно двигаться газ а что за газ класс супер техники крыло порвано вот местные жители на такой технике передвигается вот трактор мтзшка а тут у людей прям огород хороший грядки капуста растет это колодец всех спутниковые тарелки вот полдома за заброшено полдома жилые идем на станцию скоро у нас отправление поезда через 15 минут поедем обратно ребят еще один дом заброшен сараи все покосились но антенна вон мне кажется да все уже антенны вон покосились ну видимо ходят да не знаю следят немножко за домом да заброшен набрали ягод Евген покажи ребят смотрите а у Феди ладно Федя покажи ягоды вот сколько нам ягод надавали красота 5 банок на колоде все вот мы и на станции а когда наш поезд придет никогда у нас у нас поезд свой кстати да мы же хотели на вокзал зайти расписание пойдем посмотрим здание естественно давно заброшено здание вокзала заложили вон кирпичом вход здесь сидел скорее всего станционный смотритель видишь окна со всех сторон а там зал ожидания возможно а где был билетер билетер все тут же обелечивали в поезде о ух ты смотри-ка классно здесь да здесь можно с первого пути отправляется пионерка до куда там ельничной печка смотри то есть можно натопить и нормально а тут кстати взял палатку поставил переночевал дверь закрыл от медведя да зал ожидания отличный ягод ему подкинул и все если снегом заварит вот лопата есть сугроб разгребать даже лопата есть красота метелка все дела цивилизация вот петро нас провожает ждем машиниста а он машинист уже идет и поедем в сторону дома да удивительно природа тишина ягода свобода медведи я бы пожил по коням поехали погнали ну все строкинка пока мы еще вернемся в следующем году обязательно поедем в березовку держаться надо крепко потому что можно выпасть о о а как а как они ее сюда пригнали ну я слышал что зимой нет на пионерках машины возят на прицеп ставят пионерка мощней с двигателем от Урала и перевози что хочешь мой избирательный участок пока ну давай да ты голосовал вон у людей какие рундуки здоровые в сказке пошли за ягодой но тем временем мы подъезжаем но тем временем к ельничной 15 минут и мы дома и мы на месте ну что ребят вот такая деревня строкинка хоть в березовку мы и не попали но зато впечатление получили все равно все больше чем планировали в общем все круто классно скатались спасибо ребят что смотрели березовку мы обязательно съездим это будет это было круто это было круто вообще все ребят давайте надо повторить обязательно все всем пока спасибо ставьте лайки подписывайтесь на канал и про телеграм не забывайте все ссылочки внизу пока и тикток пока